Что нам стоит дом построить? Как современная наука участвует в производстве строительных материалов. Продолжаем разговор о вещах, влияющих на качество нашей жизни. Здравствуйте, студии Людмила Марченко и программа «Качество жизни». Сегодня у нас в гостях Артем Викторович Рухов, профессор кафедры химии и химической технологии Тамбовского технического университета. Добрый вам день. Артем Викторович, хороший дом должен быть современным, крепким, уютным, но, что немаловажно, он должен быть теплым. И мне кажется, на протяжении всей своей истории человечество стремилось сделать свое жилище именно теплым, прежде всего. Ну, я думаю, что изначально как раз и стали люди строить жилище для того, чтобы он был теплым. Потому что, если посмотреть историю, первые упоминания о том, где жили наши древние предки, это пещеры. Почему? Потому что там тепло относительно. А потом люди стали задумываться, а может мне построить дом уже, соответственно, с каких-то подручных средств. Поэтому как раз вот всегда возникает вопрос, чем вот человек отличается от животных. Тут можно много на эту тему долго философствовать, но вот в развитии нашей сегодняшней передачи человек пытается менять окружающий мир под себя, а не подстраиваться, соответственно, под окружающий мир. Может быть, с одной стороны это хорошо, может, с одной стороны это плохо, на эту тему можно отдельно поговорить. Но человек стал думать, а вдруг я могу что-то себе сделать из того, что меня окружает. Естественно, они стали уже подыскать себе не пещеры, притом не везде были пещеры, где можно было хорошо разместиться. Они стали подумывать о каких-то, соответственно, сооружениях. Там, где холодно, соответственно, тепло должно быть. А вот где, наоборот, жарко, наоборот, совсем другие требования должны быть. Потому что там, где жарко, как правило, там и бывают у нас дожди. Притом мы-то живем с вами в очень комфортном месте, поверьте мне, дорогие друзья. Вот Тамбовскую область, наша с вами, регион, это прекрасное место, поэтому он мне как раз очень сильно нравится. А вот есть места, где жарко, а потом начинаются дожди тропические. Притом, чтобы вам было понятно, крантик открывается на месяц и не закрывается. Вот оно льет, льет и льет. А там, соответственно, другие требования. Значит, домик должен быть, наверное, непромокающий и плюс ко всему хорошо вентилируемый, чтобы потом после того, когда пройдет сезон дождей, там не завелась какая-нибудь подогенная живность в виде плесени. Вот. Но по большей части, когда мы говорим именно о нашем регионе, дом должен быть теплым, но и крепким. Вот. Первоначальный материал, который люди используют, была древесина. Это, кстати, хорошо с северным регионам. Притом, прошу обратить внимание, что Тамбовская область – это последняя область, куда заходит тайга. Вот если, уважаемый наш телезритель, посмотрят карту, притом вот надо карту взять именно географическую, на которой указаны леса, то вот неразрывный участок от тайги именно языком проходит у нас с вами через Маршанск и заканчивается ровно на Тамбове наш пригородный лес. То есть он еще имеет общую неразрывную связь с тайгой. А все остальное уже нету. Все остальное – это уже посадки или какие-то островные такие у нас с вами лесочки. И там, кто люди живут уже южнее, у них нет древесины, из которых построить, соответственно, жилища. Они думали всегда в другую сторону. Ну, я знаю, что использовали самодельные кирпичи, так называемые «саман». Ну, до кирпичей еще далеко. Я думаю, что первое, что люди стали использовать, это просто камни в том виде, в котором они есть. Ну, можно назвать, понимаете, булыжники или просто вот. Это очень хорошо посмотреть, например, на южных районах. Это у нас Ингушетия, Чечня, Дагестан. Вот именно там, именно там дома строили вот с таких вот волнов. Кстати, вот можно посмотреть старые фотографии или вот фотографии достаточно старых построек, где действительно каждому месту находится свой валунчик, который имеет, скажем так, такую конфигурацию, чтобы он туда подошел. И люди никак не обрабатывали камень. Потом люди догадались. Так, отлично. Я строю. Но каждый раз, когда я строю, мне вот надо, сейчас мы понимаем, это называемое «играть в тетрис». То есть подбирать на каждое время вместо камушек, а то ли он подойдет, а то ли не подойдет. И, соответственно, человек на это тратил время. Притом иногда приходилось что-то там подрубать. И немножко подумав, люди сказали, слушайте, а ведь лучше всего стандартизовать этот процесс и сделать какой-то стандартный строительный материал. Вот, например, до появления контейнеров, каждая разгрузка и загрузка корабля – это был, не знаю, подвиг. Корабли стояли неделями для того, чтобы загрузиться. А потом придумали простую вещь, назывались контейнеры. То есть, чтобы ты это ни вез от детских колясок до автомобиля, ты это загружаешь в контейнер, в стандартный, который скрепится на строго определенные места и очень быстро загружается при помощи специальных, специализированных для этого предназначенных окранов. Вся погрузка может занимать у нас с вами часы. И уже корабль готов. Только здесь люди подумали, так, может быть, мне надо сделать какой-то стандартный материал. Переначально начали обтесывать камни. Мы слышим каменоломни. Это значит, что там делали? Камень тесали. То есть, выбивали каким-то образом породу. Притом, кстати, это очень интересная технология, никаких взрывчаток на тот момент еще не было. Все делалось вручную со знанием физики. Об этом тоже можно сейчас отдельно поговорить. А потом уже люди занимались тем, что более-менее оттесывали под стандартные камни. Притом, интересная такая ситуация... Но камень должен быть... Мы должны понимать, что это камень мягкий. Да. То есть, такой фокус, например, с диоритом или, например, с гранитом проделать очень сложно. А вот с известняком, с песчаником то, что надо. Я как раз думаю, что это были первые материалы, которые использовали люди. И до сих пор свидетельство этого мы с вами наблюдаем. Египетские пирамиды. По одной из версий, по одной из версий, как раз она построена именно из блоков, которые себя представляют не что иное, как известняк. Хотя, вот, кстати, если задуматься, вот мне наиболее вероятной теорией постройки пирамид является бетонная. Вот, можете посмотреть, например, есть в доступе фильм, очень легко найти, бетонная теория Давидовича. Давидович, это самое, и посмотреть, соответственно, вот, что люди считают о строительстве Египетских пирамид. Но не будем сейчас задаваться, как она была построена, а скажем только одно, она была построена из стандартных блоков. То есть, они каким-то образом изготавливались, либо отдельно, как нам рассказывают, и они, соответственно, плыли 80 километров по Нилу, либо их там отливали из геополимерного бетона, но все равно старались делать стандартные блоки. Потом мы с вами видим прекрасные храмы Древней Греции, которые до сих пор сохранились. Они тоже, по большей части, построены из стандартных блоков, но их именно вытесывали. А потом люди стали думать, а может быть, нам сделать тоже стандартный материал, но своими руками. Применить уже искусство для его создания. И тут мы начинаем с вами говорить как раз о глинобитном кирпиче, когда люди, соответственно, уже научились намешивать у нас, например, глину с каким-то связующим, прекрасным связующим является солома, и, соответственно, из него изготавливать уже строительный материал, с которым можно построить дом. Это как раз у нас с вами Средняя Азия, это у нас с вами Ирак, Иран, Сирия. Это как раз преимущественно применяются там такие кирпичи. Притом, кстати, очень интересная технология, которая использовалась еще в Древнем Египте. Там жарко. То есть кирпичи начали производить еще в Древнем Египте. Я просто хочу растаять вот эти временные отрезки, чтобы понимание было истории у наших зрителей. Есть упоминание, есть упоминание в летописях, когда рабы еврейские жаловались на фараону, на то, что им поставляют недостаточное количество соломы для изготовления глиняных кирпичей. Вот даже вот такое упоминание сохранилось в истории, что, притом прошу отметить, это сейчас Египет покупает достаточно много зерна. На тот момент Египет был, ну как это, житницей всего цивилизованного мира. То есть они обеспечивали себя зерном, имели очень мощную армию и плюс ко всему еще кормили все ближайшие страны. Поэтому соломы у них было очень много. И они делают кирпичи. Но при этом как раз упоминание такое было, что они писали жалобу, что привозить нам больше соломы. Притом, кстати, там же была придумана очень интересная технология. В Египте жарко, а водичку все-таки приятно попить холодную. И они придумали интересную вещь. Сейчас мы как раз об этом теме будем говорить, когда перейдем с вами к дальнейшему развитию красного глиняного кирпича. Есть технология, которая называется гончарное дело. Оно не в Египте зародилось, оно зародилось раньше считается, что это Месопотамия. То есть это место, где сейчас находится Иран, Ирак, это между двумя реками Тигр и Ефрат. И вот там люди догадались до одной простой вещи. Глина – это по большей части смесь двух основных оксидов. Это оксида у нас с вами алюминия и кремния. Еще добывают примеси магния, кальция, глины желтые, потому что оксид железного подмешан. Если же глины у нас с вами не желтые, если они без оксида железа, то мы с вами получаем вот ту керамику, с которой изготавливаются санфоянс, например, или вот кружки. И она из себя, глина, представляет такие слоистые структуры. И они при добавлении воды между собой немножко раздвигаются и могут спокойно перемещаться. То есть глина – такой пластичный материал, из него можно делать все, что угодно. Но если люди заметили, что глину обжечь, при том, я думаю, что они случайно обнаружили такой эффект, то у глины меняется структура. Сначала оттуда удаляется лишняя вода, а вот потом там начинают разлагаться у нас с вами карбонаты. А вот уже при очень высоких температуре, порядка 800-900 градусов, там начинают взаимодействовать с компонентами у нас с вами присутствующие щелочи. И вот эти пластинки между собой сшиваются. И то, что было пластично и мягко, из него можно было делать все, что угодно, превращается в твердый водостойкий черепок. И вот люди всегда делали горшки. Но египтяне додумались за одно классное вещи. Они научились внутрь горшка замешивать солому. И при обжиге получается интересный очень эффект. Там, где были соломинки, они выгорали, и образовались маленькие-маленькие капилляры. То есть это дырочки, но очень маленькие. И если в них залить воду, то такое ощущение было, что как будто сосуд потел. То есть он не тет стройками, но он потел. Вот за счет этого прославления. А находящаяся на стенках вода из-за жары испарялась. А если она испаряется, то она тепло с собой носит. И тем самым охлаждает воду. И вот в таких вот хитрых горшках сохранялось и молоко, и вода, да, при даже обычных условиях, при достаточно низкой температуре за счет такого частичного испарения. Ну вот мы с вами подошли как раз к тому, что глинобитные кирпичи – это прекрасно, это великолепно, но они боятся воды. Стоит только глинобитный кирпич у нас с вами намочить, он размокает, он рассыпается. И самое, конечно, солома удержит между собой эту структуру, но все равно это не то. И люди скажут, слушайте, ну если мы делаем горшки, почему бы нам то же самое не проделать с кирпичом? И научились кирпич обжигать. И вот тот кирпич, который мы сейчас используем как красный кирпич, он по технологии практически ничем отличается от производства горшков, и самое главное, что даже по составу. Единственное, что люди, скажем так, немножко подумали, сделали эту технологию более-менее рациональной, сейчас об этом отдельно поговорим. И вот уже, соответственно, из таких стандартных кирпичей, которые мы называем красные, началось основное строительство. И очень долго, посмотрите, пожалуйста, Москва, Кремль из какого кирпича построен? Из красного. Посмотрите, пожалуйста, старые храмы, они хоть и оштукатурены, но кое-где можно посмотреть на отвалившейся штукатурке, что под ним находится. Красный кирпич. Корпус L, который у нас находится на улице Ленинградская, один. У него мало того, что здания все из красного кирпича, так ведь раньше не было бетона, о нем сейчас мы отдельно еще поговорим, там и подвал весь тоже собран из красного кирпича. Как объяснить свойства красного кирпича? Это удерживать тепло. Это что, он пористый материал? Нет, тепло, кстати, красный кирпич не очень хорошо держит. Объясняю. Основной характеристикой, которую определяет у нас с вами обмен теплом, это коэффициент теплопроводности. Вот у красного кирпича он где-то в районе 1-1,5 ватта на метр на градус. Поясняешь, что это такое? Да, как сравнить с деревом? Сейчас все сравним. Значит, что такое коэффициент теплодачи? Он показывает, сколько тепла в секунду утечет. Если у меня будет материал площадью 1 квадратный метр, длиной 1 квадратный метр и разница между точками этого 1 метра будет в 1 градус. То есть, если такие будут условия, то утечет 1,5 ватта. Если сравнивать, например, со сталью, с черной, то это 39. То есть, в 39 раз сталь больше тепло проводит. Если сравнить, например, у нас с вами с серебром или, например, с графитом, то это под 400 крат. Если сравнивать это с древесиной, то древесина это где-то 0,1. То есть, древесина проводит тепло в 10 раз хуже, чем, соответственно, камень. Так что очень часто возникает такой вопрос. Вот у меня стенка в 2,5 кирпича, а вот у меня стенка в бревнышко. Как правило, бревнышко бывает даже теплее из-за низкой теплопроводности у древесины. Но у древесины есть недостаток. Она может напитать влаги, и поэтому коэффициент теплопроводности у нас с вами увеличится. А если сравнивать, например, современный теплопроводный материал, например, минеральной ватой, то у него 0,042. То есть, получается, у нас с вами почти в 100 раз тепло проводится хуже. И почему же мы все-таки тогда перешли от бревенчатых строений к каменным? Я думаю, что здесь причина была очень проста. Войны, когда стал вопрос о том, что строить крепости. Наверное, из древесины это не вариант. Это раз. Во-вторых, сколько мы с вами читаем летописи, когда город выгорел подчистую, потому что он был деревянный. Сама Москва сколько раз полыхала. Поэтому люди подумали, а почему бы не построить из того материала, который, а, прочный, а вот, б, не горит, и в случае есть каких-то неприятностей может выступать в качестве, соответственно, фортификационных сооружений. Притом кирпич, мы как раз с вами говорили о стандарте, вот тот кирпич стандартный, к которому сейчас привыкли, например, одинарный, у него длина 25 сантиметров, ширина у него 12,5 и высота 6,5 сантиметров. Вот этот кирпич появился не так уж давно. Если посмотреть старые строения, кирпич был крупнее. Мне посчастливилось быть в гостях в Белоруссии, и там мы посещали замок Мир, ну, поселок, как называется. Вот там кирпич, вот, чтобы не соврать, наверное, был длиной, ну, сантиметров под 40. Ну, мне кажется, это все зависело от производства, как были налажены печи, какие были формы. Я думаю, что здесь, понимаете, какая ситуация, сейчас как раз на эту тему поговорим. Современный кирпич красный, вот, обычный, неформованный, его режут струной. Сейчас на эту тему тоже я расскажу. Вот, здесь, я думаю, что был элемент работы профсоюзов. Потому что одно дело поднять кирпич, который весит 4 килограмма, то есть это даже, я думаю, что хрупкая девушка все-таки сможет даже одной рукой. А другое дело поднять кирпич, который весит там уже килограмм 15. Естественно, пока ты за день натаскаешься к кирпичу, уже руки, спинка заболит, и, естественно, ты скажешь, хозяин, так, слушай, вот, что хочешь, вот, завтра расценки поднимай, либо делай меньше кирпич. Вот, хозяин подумает, скажет, наверное, кирпич надо поменьше сделать. Если мы коснем сейчас современные с вами технологии производства красного кирпича, то каким образом это делается? В определенных соотношениях глина с наполнителями замешивается с водой, чтобы получить такую пластичную массу. И из нее отливают, ну, грубо говоря, блинчик определенной толщины. Потом при помощи струны, то есть очень сильно натянутая проволока, ее разрезают на те, как раз, кирпичики, которые мы с вами видим. И после этого глина должна сохнуть. И вот как раз здесь самая большая проблема всех современных технологий. Чтобы получился прочный, хороший кирпич, точно так же, как получился прочный, хороший керамический горшок, надо, чтобы оттуда удалилась лишняя вода. Ее горшочек ставят просто на солнце, и он там стоит. И кирпич тоже должен просто лежать на площадке и сохнуть несколько месяцев. А вот только после этого он должен отправляться на процедуру обжига. Если так не сделать, получится следующая ситуация. Находящаяся там вода при нагреве превратится в пар. Этот пар расширит и создаст лишние, соответственно, у нас с вами трещины, которые приведут к тому, что многие, например, знают, что обычный красный кирпич, он непрочный, его в руки берешь, он рассыпается. Вот причина того, что он рассыпается, как раз связана с этим, что его начали обжигать, не досушив. Есть у нас еще и белый кирпич. О, это и отдельная тема. Здесь вот какая ситуация. Надо, чтобы было прочно и было у нас с вами дешево. И люди искали, из чего это еще можно сделать. Вот хорошо, если глины залегают. Соответственно, можно построить красный кирпич. Притом, кстати, в Тамбовской области было очень много заводов красных вещей. Практически в любом серьезном районном центре был обязательно у нас завод по производству красного кирпича, а то и не один. А есть районы, где нет глины. Вот, например, мы с вами возьмем Воронежскую область, самое место рождения, которое располагается рядом с Доном. Там нет глины нормальных, зато там у них есть другое. У них есть песок и у них есть мел. И оказалась интересной очень особенностью. Если взять песок и взять мел, но мел перед этим нагреть до высокой температуры, то получится такая интересная реакция, которая называется реакция разложения. Это мы как раз со студентами такую технологию проходим. У нас от мела отсоединится углекислый газ и останется оксид кальция. Оксид кальция определенным образом обрабатывают. Ну, я думаю, что если сейчас я назову негошенный известь, то многие телезрители его больше признают. Специальным образом обрабатывают, в частности, его замешивают с водой. Из оксида он переходит в гидроксид. Это уже называется гашеная известь. И вот если гашеную известь замешать с песком и отформовать при помощи пресса, получится блочок. Но это еще не все. А теперь надо заставить, чтобы песок вот с этим вот оксидом и гидроксидом кальция произомодействовал. Вот здесь начинается температура, самотемпературная обработка в автоклаве. Автоклав – это аппарат, в котором под высоким давлением заезжают вагонетки с кирпичом и туда надавливают водяной пар. Водяной пар надавливают с давлением в 8 атмосфер. Это достаточно много. И в результате такой обработки в течение нескольких часов у нас оксид кремния, который является песок, достаточно инертный материал, начинает потихонечку вступать в химическую реакцию с гидроксидом, с образованием такого вещества, которое называется силикат кальция. И получается, что все песчинки через вот этот силикат кальция между собой сцепляются достаточно прочно. Но еще этот процесс не закончился. После этого кирпич извлекают и просто оставляют его храниться на площадке. Углекислый газ из воздуха с непререагирующим гидроксидом кальция вступает в химическую реакцию, и там снова нарастает мел. Многие наши телезрители знают, что в детстве мы на асфальте рисовали куском кирпича. По одной простой причине, что там действительно есть мел. И песчинки между собой связаны силикатом кальция, а пустые объемы заполняются мелом. Притом, чем более добросовестный будет изготовитель, чем дольше он поддержит в автоклаве, тем больше будет вот этого силикат кальция. Чем больше будет силикат кальция, тем будет прочнее кирпич. А кирпич вообще силикатный считается непрочным? Здесь вот какая-то ситуация. Если брать, например, нажатие усилия, то они, в принципе, равнозначны даже в некоторых случаях силикатный кирпич. За счет того, что его в производстве прессуют, там есть процедура прессования, он достаточно прочен. Но он из-за того, что там содержится мел, менее устойчив к влаге. Поэтому из силикатного кирпича нельзя ни подвалы, ни погребы делать, ни в коем разе нельзя делать дымоходы. Там только используется керамический красный кирпич. По прочностным характеристикам, если, например, встанет вопрос построить из него дом, я построю. Я построю. Вот родители своими руками строили дом. У нас внутренняя часть – это блоки из керамзита бетона, а снаружи как раз самый обычный белый кирпич. Вот сейчас упомянули, керамзит и бетон – это тоже родственные материалы и кирпичу, и новому, так скажем, веществу – бетону. Как у нас появились эти строиматериалы? Мы с вами, видите, как все еще разговариваем, только пока из того, с чего все это дело собирается. Но еще слова ни разу не сказали, о чем они связываются. И если мы с вами возьмем Древнюю Египет, то там, кто был, видел, что она не связана ни с чем, они просто стоят друг на друге. Кто был в Греции или был у нас в Италии, тоже видел, что там стоят античные сооружения, которые просто камень уложен на камни, и они удерживаются при помощи силы трения. Но люди поняли, что такие конструкции не очень надежны. По одной простой причине, опять же, нам очень повезло в Тамбусском области. Мы находимся на достаточно большом плато и не знаем, что такое землетрясение. А некоторые страны знают, что такое землетрясение. И некоторые регионы нашей страны тоже знают, что такое землетрясение. И без связу еще это удержать невозможно. Тот же самый прекрасный у нас храм Аполлона тоже был разрушен в результате землетрясения. И люди стали думать, это все хорошо, но надо чем-то заставить их между собой скрепляться. И люди что-то к ней перепробовали. И пчелиный воск пробовали. Нормально, кстати, хорошо держат. И яичный белок пробовали. Но, кстати, тоже нормально хорошо держат. Очень хорошо держат. И, кстати, вот до сих пор такие строения находятся. И звездку пробовали. Вот мы с вами как раз сейчас говорили о том, что если с песком намешать у нас с вами гашенную известь и обработать, то песчинки между собой сцепятся. А вот если не обработать, то получится такая ситуация. Песчинка и заполнена мелом. Песчинка и заполнена мелом. Я вот хожу на работу по улице... Она сейчас Комсомольская была, а сейчас она, по-моему, архиепископ Луки называется. И там есть несколько домов еще старых, у которых швы белые. То есть они были построены на извездке. То есть это в результате взаимодействия с углекислым газом воздуха. А вот там образовался в этих слоях мел. И получается мел с песком держат между собой кирпичики. Но потом люди узнали об одном очень интересном материале, который перевернул всю строительную индустрию с ног на голову. Это цемент. И не просто цемент, а портландцемент. Сейчас мы как раз поговорим, почему он так называется. Цемент. Это очень интересный материал. Это нестехиметрический силикат кальций, который может вступать в химическую реакцию с водой. Еще раз повторяю. Процесс получения бетона, процесс получения раствора, это процесс химический. В результате химической реакции между вот этим у нас с вами минералами, которые там содержатся, и водой образуются кристаллы гидра. То есть к ним химически присоединяется вода. И в результате все звенья, которые содержатся в цементе, между собой связываются. И получается такая вещь, которая называется искусственный камень. Или мы с вами его знаем как бетон. И вот этот бетон поменял у нас с вами все. И сейчас очень часто говорят о мегаполисах, это город из стали и бетона. А вот на эту тему, я думаю, что можно даже поговорить еще и отдельно. Я хочу спросить, как во всем этом участвуют химические технологии, чтобы подытожить наш сегодняшний разговор о строительных материалах? Мы как-то рассказывали, и все это стороной обходили по одной простой причине, что я все время повторяю одну тезу. Нет ни одного материала или изделия, который сделан без химической технологии. Процесс обжига глины – это процесс разрушения кристаллогидрата с последствием взаимодействия щелочей, образования сплошной структуры. Это химический процесс. Процессы получения цемента – это тоже химические процессы. Что является исходным материалом? Песок и мел. Как ни странно, тоже песок и мел. Но при высокой температурной обработке, это температура около 1800 градусов, у нас с вами образуется тот материал, который мы с вами знаем, как цемент. Дальше производство у нас с вами силикатных кирпича. Это тоже химическая реакция взаимодействия. У нас с вами при высокой давлении гидроксида кальция и оксида кремния с последующим образованием карбоната кальция. То есть это все химические технологии. И, кстати, очень часто бывает такая ситуация, что заканчивается учебный год, звонок идет с завода по производству железобетонных изделий. Мне говорят, Артем Викторович, дайте мне химика, который понимает, что процесс получения бетона – это химический процесс, и его надо специальным образом выдержать. То есть, делаем мы с вами бетон, его нельзя сушить. Вода, которая в нем содержится, она должна идти на химическую реакцию. Поэтому, если кто-то делает бетон, мало того, что нельзя сушить, его надо укутать мокрой тряпочкой, пленочкой, периодически открывать и поливать. Вот только тогда он станет прочным. Артем Викторович, спасибо большое. Я думаю, сейчас наши телезрители заинтересуются. Может быть, у них возникнет желание что-то почитать и узнать больше о производстве строительных материалов и изменить качество нашей жизни в лучшую сторону. А я напоминаю, что это была программа с таким же названием «Качество жизни» и вела ее Людмила Марченко. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова